Привет, друзья! Подписчики мои. Сегодня мы поговорим о таком журнале, как Зажигай от компании Marvel и Marvel. Эти комиксы выходили наравне с теми, что я вам уже показывал про Человека-паука, 7-е, 8-е и так далее. Они были круче, они были интереснее. В них были какие-то вместо интернета мы читали Зажигай. Давайте с ним познакомимся. Вот такой был у меня выпуск Человек-паука-враг в отражении. То есть здесь было и про кино, и про Ниндзя Гейден Сигма, и Чудеса недорого, два комикса внутри, и много чего интересного. Такой реально взрослый, крутой. Я бы даже не сказал, что комикс, хотя комиксы были здесь, неплохая была рисовочка. Потом все скатилось в какую-то дичь, и они стали экономить, и здесь стали комиксы прям совсем детские. Эти комиксы, вот, смотри, Водяная катапульта, чудеса недорого, да, было популярно в свое время. Вот, и фишка в том, что в свое... Голангалы, тут такие Голангалы. Здесь было много чего интересного, прикольного, и бах, заодно был вот, что Человек-паук специальный выпуск. По-моему, это было как-то не круто, но, по-моему, это было офигенно. Вот, и как бы вот по играм, да, понимаешь, что происходит. Вот только отсюда мы, вот, я помню эту игру Ninja Gaiden, я так мечтала, но, конечно, у меня этой игры не было, естественно. Вот, я прям это читал, мне прям нравилось, прикольно было. Ну, и даже было, смотри, что было, о, программа передачи. Представляешь, в журнале Зажигай была программа передачи Cartoon Network, Jetix, TNT, такси, вообще SCS, Galileo, KVN. Самое такое, да, было? Представляешь, что продавалось? Офигеть. Этот выпуск выходил раз в месяц. И здесь еще были вот такие вот постеры. Вот у меня здесь были постеры Assassin's Creed. Посмотри, какой-нибудь был классный постер. Там еще малыш, этот, дракон, вот здесь. Постеры по монстру были вот здесь. Ну, такое разное, вот, Spider Week, Хроники. Тоже такой вот постер. А, что-то еще, вот, вот, вот в это вот все скатилось, да, к сожалению. Ну, стали тупо экономить. Дальше, 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 дальше. Давайте посмотрим, что у меня тут еще есть. Тут еще есть Зажигай. Вот такое, Зажигай. Комикс, Железный Человек и Доктор Дум подружились. Да, это, по-моему, начиналось как раз-таки... Они сражались против Мефисто. А где концовка? Вторую часть у меня так и не получилась. Второй часть у меня, кстати. Вот, то есть такие были вот журналы, смотри, Зажигай. Ну, круто же. По-моему, здорово. Вот классный журнал. С крутым Человеком-пауком. Ну, естественно, вы уже поняли, что я фанат Спайди, поэтому, камон. Вот такой был интересный журнал. Зажигай. Много было всего интересного. Вот комиксы, рисовки. Люди-пауки через вселенную. Непонятно. Какая-то лапа растяпа по сети. Да, вот-вот. Вместо интернета, вместо сейчас по гугле, мы вот смотрели Зажигай. И было, в принципе, интересно. Довольно неплохие были журналы. Они были не детские. Они были рассчитаны на разную аудиторию. Тут были и игры, и видео, и сериалы. И вот я легендно как раз вышел в одиночку с 7 февраля. То есть чисто это был журнал чисто для пацанов, для красавчиков. И он как бы сходился с тем, что реально выходило, продавалось и так далее. Это офигенно. Как такой, знаешь, космополитен для детей, так сказать. Вот такой женщиной-кошкой. Прекрасный весь был комикс. Ассасин Скрит. Вот этот самый, как это называется, три спартанцев фейковая в кино выходила. Во-во-во! Вот такие комиксы, понимаешь? Вот смотри, ты читаешь, да, подарок. Два комикса внутри. И впервые мини-халк и еще черная кошка против рыжи-рыси. И впервые нам представляют вот это вот. А, подожди, где? А, нет, подожди, не-не-не-не-не. Там будет комикс дальше. Вот, кошка против рыжи-рыси. Смотри, какая красивая. Ну, посмотри. Фелиция Харди, ну как тебе не стыдно, а? Посмотри на нее. Посмотри на себя. Похоже. Вот, ну прям посмотри, как прорисовывают. Посмотри, все прям как надо. Все как хорошо. Черная кошка против рыжи-рыси. Вот, за это мы и любим комиксы, да? Вот так вот. Хоть в комиксах получить то, что хочешь. Короче, я хочу найти вам комикс, показать. Который вот. Во, 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 во. Ну, мини-марвелы. Посмотри, какой позор. Мини-халк. Просто позор. Это я объясню. Вроде смотрится прикольно, вы сейчас скажете. Но, камон. Мы можем лицезреть либо вот это. Где там были? Во. Они даже подружились, смотри. Либо вот это мы можем лицезреть. Вон, кошечка, да, лежит. Кафе лице. Ути-путичка. Либо вот это. Что лучше? Вот это или вот это? Мне кажется, все очевидно. И это странно. Опять программа передач. И это странно, что они так как-то схитрили, подзабили. Я так и не понял, почему они так поступили. Вот, кстати, запретное царство. Фильм потрясающий. Недавно где-то вам про него рассказывал. Давай дальше. А вот такое у меня еще и зажигай. Сорви головой. Франклин и Ричардс. Дарт Девилл. Тоже, да. Много всего. Вот эти вот какие-то гики. Тоже какие-то по фильму. Джет против Джека. Сойдутся ли великие мастера? Джет Ли. Джеки Чан. Господи. Вот я недавно в каком-то ролике говорил про запретное... А, про манки Кида. Короче. А, попал мне что-то слиплись. А, не слиплись. Это офигенный постер какой. Офигеть он, конечно, огромный. Смотри, какой здоровый. А он, кстати, вырван. Да, я вырывал. Здоровый какой. Ух, ты посмотри, даже в кадр не влезает. Обалденно. Обалденно просто. Давайте. Сложим его. Вот такие были, друзья мои, зажигай. Я только не могу понять, почему мы здесь видим Джеки Чана. И вот здесь в конце. Мы видим кино запретное... А, это в следующем выпуске, я понял. Ну вот у меня следующий выпуск. Понятно, почему так все произошло. Слушай, ну вот такие были журналы. О. У меня была такая наклейка. Халк пьет. Вот. Ну, конечно, раз у меня есть журнал, значит, у меня есть и наклейка. То есть много... Во-во-во-во. Вот об этих вот позорных комиксах я и говорю, понимаешь? Третье-восьмое, это пятое-восьмое, понимаешь? Мини-марвелы в новом гигантском комиксе. Да нафига он нужен? Вот поэтому я и перестал их покупать. То есть вроде как ты получаешь неплохой такой журнал. Можно почитать вместо того, чтобы погуглить. И потом выйти поделиться с ребятами новой информацией. Да, вот здесь красиво все. Самый сок. А комиксы здесь шляпа. И вот у меня еще есть комикс «Зажигай» за восьмое и девятое. Я помню этот вот хомячка. С днем знаний тебя, дружок. Подарок тату. Верните лето. Да-да-да. Знаешь, как они стебутся? Посмотри. Верните лето. Подарок. Ностальгическое тату. О, зажигай. Вот было в свое время. Тоже связано что-то с думом. Подожди. У нас уже... Подожди. А! А, вот. Это продолжение. Так я его купил. Я его купил, прикинь. Я и думаю, что-то тут не так. Вот, я же его купил. Точно. Седьмое, восьмое. Все понятно. Вот, я и думаю, что-то тут не сходится. Ну, вот так. Жуй-жуй глотай. Зверь. Все понятно. Мусор в корзину. Баскетбольное кольцо. Все в таком стиле. И еще сегодня вам кое-что покажу. Это... Это что? Это вот такие вещи. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Во. Это вот. Игра учись с Человеком-пауком. Герои... Человек-паук-герои-злодеи. Тоже новая лейка комиксов. Выпуск один. У меня их там много. Потому что я их покупал тупо ради карточек. Потом бы покупал. Почему-то потихо потом выкидывал, чтобы мама не видела. Ха, не знаю почему. Здесь вот комиксы. Комиксы максимально детские. Но... Что-то есть. И здесь были карточки, которые в то время все собирали. Это вот один выпуск. У меня всего два выпуска. Потому что я покупал только ради карточек. Я скупил... Первый выпуск я купил, наверное, штук семь. Собирал карточки. Потому что комикс тут был все-таки... Ну, плохая рисовка. Просто некрасивый комикс был. Вот. Еще раз. Первый выпуск. Это что такое? Это герой и злодей. А, это вот, кстати. Вот оно что. Сейчас я покажу. Блин. Эту штуку нужно было... Вот карточки. Я даже вырезал. Пытался сам их делать. И вот, соответственно, коллекция. Я, по-моему, показывал их уже. Вот такая коллекция. У меня была, естественно, вот прям... Судя по этому, было немножко. Но нет. Было больше. Я просто как-то не все, видимо, занес сюда. И вот такой огромный офигенный постер. Во. Масштабы, да? Во делали. Вот это масштаб. Я понимаю. Прикольно. А первый номер стоил по рублей 100. Я не... Или 150. Я их много накупил. Дальше. Еще кое-что покажу вам. Это тоже очередной вот комикс. Головоломки игры, постеры. Комикс. Опасность из глубин океана. То есть, вот вы понимаете, что это происходит. Ооо. Прямо Мстители. Прямо Эвенджеры. Реально. Какой год это интересно. Это Марвел Мстители. Опасность из глубины океана. Почему там в таком состоянии? Я не знаю. Почему вообще я купил этот комикс? Я без понятия. Какая-то штука. Вся коллекция. Тор. Что это такое? Вырезано что-то непонятное. Дальше. Вот это было в Зажигай. Кстати, я делал 3D-шку. Но 3D-шка здесь все не пахнет. Так как-то неправильно. Надо было наклеивать друг на друга. А я как-то неправильно наклеил. Или типа того. Но, в общем, получилось вот так странно. Вот. Здесь, видишь, была инструкция. Так. Поистине. У меня основа на листах 2-3 элементы, которые наклеили. Надо наклеивать сверху. То есть, показано назад. Ну, или правильно я сделал. Ну, вроде вот так получилось. Дальше. Вот здесь, кстати. Во-во-во-во-во. Куча всего из тех выпусков, которые, помните, я вам показывал. Игра учить Человеком-пауком. Вот здесь вот куча всего. Закладочка вот эта вот была. Вот эта вот странная крепота. Они же пишут. Сумка супергероя. А по факту это просто вот такая вот шляпа какая-то. Которая прорвалась, что ли? А, нет, не прорвалась. Надо вставить просто куда-то ее. Подожди, нет, стой. Это одна сторона? Вот так. А, надо было приклеить. Приклеить, походу, надо было. Во. Что с такой сумкой делать, я не знаю. Даже как артефакт нельзя использовать. Потому что, ну, что это бумажка просто. Вот была штука. Типа для инсталляции, для супер-битвы. Понимаете, да? Так, что тут еще есть? Ага. Инструкция при встрече с суперзлодеями. Ну, раскраска. Понятно. Я раскраски показывал уже. Дальше. Вот это что такое? А, ну вот. Вот это была инсталляция, чтобы его так поставили красиво. И на фоне этого вы можете играть. Понимаете? И еще покажу вам сегодня. Команда Марвел. Тоже так выглядит симпатично, солидно. Лучший журнал о супергероях. Два комикса. Но здесь, конечно, не исправили косяк. Это современные, по-моему, комиксы. Они исправили прям. Мне не нравится какой-то детский сад, если честно. Они исправились. В отличие от зажига, стали рисовать нормальный комикс. Хотя комикс, по-моему, ни о чем. О, сломал. Собезубль сломал от этого кейджа. Как его там звали? Вот. Твой геройская коллекция. Это карточка. Я тут начинал карточки собирать такие. Такая шляпа. Они вместо того, чтобы положить нормально крутую карточку, они клали какую-то шляпу, которая, кстати, где? Ну, в смысле, она должна была где-то крепиться. Я их вырывал. Да, я не помню, где они. Ну, в общем, вот такой журнал. А здесь можно было, смотри, что. Догадался? Ну, правильно. Твоя обложка. Нарисуй, как ты захочешь. Ну, да. Сейчас я нарисую команду Марвел. Конечно. Спасибо, ребятки. Сейчас я покупаю комикс. Я должен его еще дорисовать. Вот, серьезно. Вот. Такой же комикс. Вот, кстати, вот здесь вот была. Видите, вот эта штука? Я отсюда вырезал ее. Во. Вот такая же история. И, соответственно, вот такой у меня еще комикс есть. Я не знаю, для прикола просто. Клейка, паука, подарок. Понятно. Детский комикс. Человек-паук, вот, друзья, то есть они все делали. Зажигай. Вот, восьмой год, смотри. Зажигай. Для взрослых Марвел Чек-паук. Для младших. Играя учились. Для средних. Для всех возрастов просто фигачили. О. Смотри, что происходит. Это странные какие-то у них ноги непонятные. Вот там Человек-паук как-то тусит с девчонкой. Неплохо. Неплохо так. Ну, смотри. Неплохая, друзья, моя рисовочка в комиксах. Посмотри. Детский комикс. Посмотри, какая происходит история. Они с доктором-октопосом дружат. Все кончилось. Ну, это прям совсем детский. И я... Почему такие в картинке здесь? Я против... Девочка-паук. Человек-паук, девочка-паук, да, понятно. Я против подобного. Это слишком детско. Зачем это нужно? И чтобы что? О, дождь, есть комикс. Не комикс, а это... Постер. Ты понял? Есть постер. Вот, друзья. Ну, что ж, такой у вас сегодня был выпуск насыщенный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.